всем привет меня зовут катя и я рада видеть вас на своем канале aromatic bubble сегодняшнее видео мое будет посвящено вот таким вот вязаным рукавичком а также сердечком и мышки ну наверняка такая форма в общем то такой комплект форм сейчас есть у многих потому что это самое популярное мне кажется сочетание самый популярный набор и как раз я сегодня хотела показать как эти изделия заливаем именно я ну ни для кого не секрет что эти рукавички можно залить в одном цвете ну то есть вот так вот это будет выглядеть да вот всякие разные цвета кто-то делает нежные такие оттеночки постельные ну а вот мне больше нравится яркие такие насыщенные также рукавички можно делать с манжетками но это тоже делается легко да то есть вот здесь вот очень хороший переход есть ничто никуда не заливается и поэтому можно легко выделить такие вот манжетки ну вот опять же выглядит вот так вот можно залить сердечки беленьким цветом это комочек снежный комочек вот такое снежное сердечко ну и красным или белым или розовым можно выделить вот такое гладкое мышек точно так же можно заливать в любом цвете так дальше перчаточки еще можно заливать вот такими полосками получаются такие забавные то есть несколько слоев заливается основа можно хоть пять хоть шесть слоев сделать вот вот такие разные оттенки и точно так же можно залить мышку видите мышку я заливала по типу мраморной заливки ушко получается одного цвета тела другого ну вот здесь вот у серенькой мышки тоже видно как видите ушко отличается вот и самое интересное самый интересный способ как еще можно залить рукавички и это точно такая же мраморная заливка зато посмотрите как это красиво смотрится выделяется вся фактура вязки и перчаточки выглядят очень интересно и вот такая мышка тоже я ее делала с пятнышками но мышки же всякие разные бывают поэтому вот тоже как вариант такой мышки вот это я вам хотела для сравнения показать это один и тот же цвет основы я использовала только вот здесь вот используется еще мраморная заливка выделяется все это здесь просто в один цвет ну и как раз сегодня я хотела вам предложить посмотреть как именно я делаю именно мраморную заливку но и сегодня как раз я буду совмещать приятное с полезным буду за одно делать заказ и показывать вам как я заливаю для того чтобы сделать мраморную заливку и залить вот это вот сердечко которое снежный комочек я буду использовать чисто белую основу ничем ее ароматизировать я не буду но единственное потом я добавлю отдушку так чтобы залить этот снежок сами рукавички у меня будут желтого цвета для этого я взяла белую основу без добавления прозрачной ее я окрашу желтым пигментом вот на сайте мир мыла я покупаю пигментную пасту это концентрированная пигментная паста которая разводится водой и вот так вот это выглядит то есть я и это довожу до того состояния чтобы можно было использовать уже в мыле и цвета пожалуйста вы можете варьировать сами то есть насыщенность добавлять больше меньше ну в общем-то цвета меня устраивают и пигментные пасты я приобретаю только в мир мыла сердечко вот это вот я хочу вас окрасить вот такой вот розовой основой это у меня оставалось предыдущих заливок здесь используется белая основа и сюда я добавляла пигмент феерично красный как-то так вот и он как раз белой основе дает вот такой вот интересный розовый цвет так а мышка у меня сегодня будет нежно-нежно серенькая для этого я буду использовать опять же чисто белую основу и сюда буду добавлять пигмент мышь серая темная пигмент получается с блесками то есть перламутром таким и мышка очень красиво переливается шкурка у нее отдушку для сердечек я сегодня буду использовать хвойно-цитрусовую а рукавички и мышку буду ароматизировать отдушкой кофе приобретала я ее в леонардо и вот сколько я уже отдушек кофе перепробовала самая реалистичная то есть она такое с ароматом немножко шоколада в общем вот самое вкусное рекомендую вам ее также нам для работы сегодня понадобится спирт понадобятся палочки для того чтобы размешивать основу возможно понадобится ножичек и какой-нибудь пластиковый контейнер потом в работе я покажу для чего он нужен давайте приступим для начала нам нужно соединить эту форму резиночками хорошо подбирайте резинки так чтобы они прекрасно подходили по размеру по вашей форме чтобы они ее не перетягивали но и с другой стороны чтобы не болтались чтобы щель вот это вот по месту стыка очень хорошо сходилась потом конечно можно почистить там то что вы вывел выбьется такая борода но лучше это все делать изначально вот так вам наверное не видно по крайней мере если заглянуть вовнутрь то стыка практически не видно хорошо сбрызгиваем форму спиртом старайтесь туда вовнутрь хорошо про пшикать и наливаем сюда белую основу наливаю я достаточно много ее и теперь начинаю вот так вот прокручивать и проходится за одной палочкой так чтобы все волокна хорошо ну туда прошла это белая основа и вся наша вязка она была рельефной там где основа не достает до как бы до силикона да не доходит там я помогаю палочкой здесь есть посерединке выступ и туда по-любому никак основа не попадет поэтому я кладу форму на бок там где есть такое углубление и просто вот так вот палочкой получается как будто наливаю основу вот на этот выступ вот так же прохожусь по манжетки и теперь с другой стороны тоже самое все теперь лишнюю основу я солью выливаю я обратно в стаканчик и теперь чтобы у нас не было где-то много где-то мало этой основы я просто переворачиваю вот так вот свою форму и даю стечь основе вот которая у нас осталась на стеночках я добавлю отдушку в остаток основы и залью вот это вот сердечко так и растоплю оставшуюся основу мы зальем сейчас розовое сердечко и мышку и и и и и так и вот здесь вот наши перчаточки пришли в норму все лишнее я срезаю все наросты которые у нас здесь образовались я растопила белую основу рукавички весят около 70 грамм поэтому здесь 70 грамм белая основа и добавляем сюда необходимое количество пигмента в зависимости от того какого цвета рукавички вы хотите у меня рукавички должны быть нежно-желтого цвета вот я думаю что такой цвет будет самый раз добавляем одушку кофе и не дожидаясь пока основа окончательно остынет мы будем поливать ее в наши рукавички хорошо сбрызгиваем спиртом периодически простукиваем форму чтобы наш желтый цвет равномерно распределился по всей форме можно выделить манжетки но в этот раз мы этого делать не будем все оставляем застывать предлагаю достать мыло и посмотреть что у нас получилось эти рукавички застывают гораздо дольше чем горизонтальная какая-то форма но я не говорю про эти маленькие вообще то есть когда любое мыло оно идет плоское горизонтальное мыло застывает гораздо быстрее за счет того что площадь ну как застывание до площадь на которую воздействует воздух гораздо больше чем вот в в этой форме то есть здесь мыло в основном уходит сюда вниз и приходится гораздо дольше ждать ну давайте достанем посмотрим что у нас здесь вышло вот такие рукавички получаются сейчас мы уберем эту бороду которая образуется вместе соединение формы и вот так вот за полируем это место пальчиком все больше ничего нигде лишнего у нас нет достанем сердечки вот смотрите как выглядит сердечко в рукавичках вот можно подвести любым наклоном класть вот так выглядит беленький снежок но его конечно лучше для этого использовать более темные рукавички на светлом все-таки теряется но это смотрите как выглядит так и наша мышка вот здесь тоже образовалась борода форма это пользуется у меня большим спросом поэтому я очень часто заливаю и как видите вот уже образовалась вот это вот плохо соединяется форма вот но это можно вот подскоблить и все ничего не видно вот и вот так вот получается мышка теперь нам останется нарисовать только глазик и носик нашей мышки ну а также покрасить или пигментом или акрилом ну кто кто чем у меня для этих целей есть сухой пигмент вот я использую или пигмент неоновый розовый вот так он выглядит я просто наношу на кисточку и прохожусь по ушку но это я делаю когда мыло у меня полностью остынет иначе получаются некрасивые разводы либо также можно использовать микку ну то есть это вот перламутр розовый перламутр точно также на кисточку и по ушку можно сделать и еще и румянец на щечках все мышка моя готова и теперь мне ее останется только упаковать для этого я беру вот такой купол прозрачный он восемь с половиной на восемь с половиной сантиметров в квадрате а вверх по моему 5 сантиметров он идет то есть вот такой прозрачный квадратный я кладу сюда салфеточку она чуть больше 9 сантиметров по моему 9 и 2 вот сюда кладем мышку и вот так вот надежно купол закрывается никак я больше не закрепляю ну сильно мышка у меня в куполе не гуляет вот я надеюсь что сегодняшнее видео вам было полезным понравилось ставьте лайки подписывайтесь на канал если вы еще не подписаны оставайтесь со мной впереди вас ждут еще много новых интересных видео я с вами прощаюсь до новых встреч всем отличного настроения и пока а